Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях врачи клиники Адоная, Светлана Леонидовна Лапшина, врач-педиатр, и Марина Алексеевна Сущевская, врач-экушер-гинеколог. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада снова видеть вас в нашей студии. Продолжаем говорить о здоровье мамы и ребенка. И хотелось бы первый вопрос. Ну, не можем о нем не сказать. Вирусы наступают. Ну, что уж тут скрывать осень, на улице слякать, снег, дождь. И, конечно же, наши малыши и мамочки заболевают. Как остановить? Как уберечься от вирусов? Вы знаете, самая такая вот тревожная пора роста вирусных инфекций – это межсезонье. Это касается и весны, это касается осени. Вот как раз переход от осени к зиме – это то время года, когда больше всего поднимают головы разные виды вирусов. Провоцирующим фактором еще плюс ко всему является то, что смена идет от тепла к холоду. Может быть, неправильное понимание адаптации по одежде и обуви. Я хотела бы сказать, что предупредить вирусное заболевание так же легко. Не заболеть так же легко. Что является основной причиной? Вирусом нужно поделиться. Вот если вы исключите вот этот момент, когда контактируете с больными… И не будете насыщать свой организм вирусами. То тогда вы не заболеете, ваш ребенок не заболеет. Я имею в виду, что все походы в крупные торговые центры, в киноконцертные залы – это все в период такой роста вирусной инфекции является провокатором, провоцирующим фактором для того, чтобы заболеть. Второй вопрос такой – это кондиционирование. Во всех торговых центрах крупных и киноконцертных вот этих комплексах идет мощное кондиционирование. Там идет постоянная циркуляция воздуха. И кто нам сказал, что это фильтры так часто меняют и так далее? Дует, охлаждает. Мы этого не замечаем. А у ребенка терморегуляция – очень сложный процесс. Поэтому здесь нам кажется, что вот он бегает, прыгает, ему он весь взмок. А тут же дует воздух из кондиционера холодный. Тут же остывает. Вся поверхность тела, которая влажной становится, она охлаждается в два раза быстрее. Почему мы говорим, когда температура высокая? Что нужно намочить ребенка, да, там, растворами, чтобы быстрее организм охлаждался при высокой температуре? Так и здесь. Что еще таким вот фактором является? Это неправильный подбор одежды. Почему-то считают, что вот такая вот полуснег, полудождь, ну, можно еще в таких вот кроссовочках ходить. Нет. Ноги уже у ребенка будут замерзать. Поэтому обувь должна теплая и непромокаемая. Вот правильно подобранная одежда, правильно одетый ребенок, пожалуйста, вы предотвратите развитие заболеваний. Даже если проник вирус, очень много было опытов проведено. Взяли две группы куриц. И обоим группам ввели пневмокок. Одна группа стояла в воде, а вторая бегала по вольеру. Заболела только та, которая стояла в воде. Делаем вывод, что проще бегать на улице. Проще болезнь, а все-таки предупредить, чем лечить. Значит, мы должны три основных вот заповеди. Не посещать большие вот такие учреждения, когда идет рост вирусной инфекции. Торговые комплексы. Тем более, что там ведь стечение идет, истечение разных потоков из разных стран. А мы знаем, что мутации вирусов огромные. Поэтому каким вы вирусом заболеете от того или иного гражданина той или иной страны, поэтому вот подумайте, ходить или не ходить. И брать при этом ребенка. Да, если говорить все-таки, например, о женском здоровье, да, Марина Алексеевна, вот с Вашей точки зрения, чем опасны вирусы? Ну, вирусы в основном опасны для женщин, когда она планирует беременность. Потому что есть группа вирусов, у которых есть доказательная медицина, по тому моменту, что они могут вызвать патологию плода. И к этим вирусам относятся вирус цитомигаловирус, так называемый, вот, и вирус простого герпеса. Но цитомигаловирус – это тоже, ну, контактное, очень контактное, значит, заболевание катагеозное. Значит, здесь вопрос какой. Его еще иногда называют вирусом поцелуев. Значит, заразиться им достаточно легко. Но у него нет такого, как бы, четких проявлений сезонности этого вируса. Но вот сейчас уже, как бы, рассматривается вопрос о том, что дезинфицировать нужно телефоны и смартфоны. Оказывается, что он очень легко начал передаваться через телефон. Поэтому делиться, и я думаю, что уже появились специальные телефоны, которые можно мыть. Вот, и сейчас уже идут вопросы о том, чтобы телефон приравнять, значит, чуть ли не к средствам личной гигиены. Потому что если ты передаешь… На чашка Петри. Да. Намазывается на чашки Петри, чтобы росли бактерии, вирусы. Ну, здесь такая же ситуация. Да, да. И поэтому, вот, значит, он опасен. Поэтому при планировании беременности обязательное исследование на, значит, цитомегаловирус. Ну, и второй – вирус герпеса. Вот, вирус герпеса, к сожалению, очень часто контагиозен. И очень часто именно в детском возрасте чаще всего встречается организм с вирусом герпеса. Но здесь вопрос чаще всего стоит о том, что вирус герпеса – это чаще всего показатель иммунитета. Да. И вот когда… Есть такое выражение – простуда на губах выскочила. Так вот, это вирус герпеса. То есть он может очень длительно сохраняться в организме. Вот. И… Выходить из нервных ганглиев. Он сидит в нервных ганглиях. Да. И по ходу движения нервов, по ходу расположения нервов уже тогда вот вылезает там, где… Да, это может быть на губах, это может быть как опоясывающий лишай, это может быть гениталии. Значит, он может проявляться везде. Но это в первую очередь показатель иммунитета. Поэтому женщина, которая планирует беременность, значит, она должна, во-первых, обследоваться на эти вирусы, цитомигаловирусы, вирус простого герпеса. Это входит в перечень так называемых торч-инфекций, то есть инфекций, которые могут вызвать патологию плода. Вот. И, естественно, если все-таки этот вирус выявлен, ну, значит, нужно в любом случае пролечиться. Я не могу сказать, что можно излечиться от этого вируса и от цитомигаловируса и вируса простого герпеса. Но есть препараты, которые достаточно успешно лечат и вызывают длительно-длительно-длительно текущие ремиссии. Значит, вот тот же ацикловир, за него вообще-то дали Нобелевскую премию, когда его разработали. Да, этот препарат, который… Вот. И поэтому вот женщинам, я считаю, нужно обязательно обращать внимание на вот эти два вируса и при планировании беременности обязательно сдавать анализы. Ну, а общие, как бы наши вот эти циркулирующие вокруг вирусы, хочу добавить. Вот. Вот коллега не сказала еще, что очень важно это мытье рук. Я вот на этот всегда вопрос акцентирую внимание, потому что проводились исследования, и выяснилось, что вот если намазать на дверную ручку вирус, то через несколько часов он находится, его находят на всех ручках этого здания. То есть, да, проводились такие, ну, безопасно, скажем, вирус наносили. Поэтому мытье рук очень обязательно. То есть мытье рук, особенно в период этого, куда бы ни зашли, ну, у меня это профессионально, значит, куда бы ни зашли, где бы вы ни были, все общение начинаем с мытья рук. Я просто хотела обратить внимание, когда дети приходят в детский сад, зашли в детский сад, в первую очередь их отправляют мыть руки. Да. В первую очередь. И так все время. Это очень важный момент. Вот просто нужно самим по образу и подобию дома не прекращать этого. Да, теперь еще хочу сказать, вот эти сезонные вирусы, чем они еще опасны. Они опасны для беременной женщины. Значит, очень много дискуссий было проведено по поводу того, что, значит, какой же вирус более опасный, там, значит, этот или другой вирус гриппа, или там вирусы, которые вызывают, значит, течение болезней по типу РЗ, их достаточно большое количество. И сейчас уже появились работы, в которых написано, что не принципиально какой вирус, принципиально повышение температуры. Повышение температуры ведет изменение, значит, в структуре белка у плода, потому что там очень… Понимаете, это все настолько нежное, настолько еще вот, ну, несовершенное, это все вот-вот в развитии, и повышение температуры может вызывать мутацию и гибель плода. Я вам хочу сказать, что из моей практики женщины, ну, в сезон вот этих всех вирусных заболеваний достаточно часто теряют, значит, плод, поэтому вот очень важно не посещать, если вы беременны, не надо посещать никаких мероприятий. Я всем говорю, Новый год вдвоем или в семье, да, значит, никаких праздников, никаких этих. Вот родите дитё, потом, а потом уже можете… А потом все радости жизни. Да, а потом уже все радости жизни. Беременная женщина, ну, правда, не надо уж, я всегда говорю, сидите дома, не надо утриживать, что просто нельзя выходить. Нет, женщина должна гулять на улице не менее двух часов в день, она должна быть на свежем воздухе, вот, и она должна как бы… Ну, необходимо проветрить помещение, соблюдать простейшие правила личной гигиены, не посещать общественных мест, крупных мероприятий, и тогда… Никаких праздников. Вашего мужа и вас, и вашей семье всё будет отлично. Да, ну, про проветривание прям вот акцент хочется сделать. Сколько замечаю, ну, очень редко, когда приходишь и в квартире не душно. Вот на это нужно обратить внимание, потому что во влажной, душной среде вирус развивается в 10, а то и в сотни раз быстрее. Поэтому проветривать нужно обязательно. И мы говорим, закаливающий момент. Что для мамы, что для ребёнка? Гулять. Я говорю, покушали, гулять, гулять, гулять. Очень мало гуляют. Очень мало гуляют. Я наблюдала даже вот как бы за одним детским садом. Там вообще, ну, плохая погода. Я понимаю, там, когда дождь или что-то, не выводите гулять. Ну, просто что бы ни заболели, не будем гулять. А закаливающий момент. Потому что вот чем куда-то ходить, болтаться, лучше пойти погулять. Если ребёнок после болезни, 30-40 минут достаточно. Но обязательно выйти погулять. Улучшается обмен веществ, микроциркуляция. И опять-таки это закаливающий момент обязательно. Если ребёнок рождён путём кесарево сечения, какие моменты в дальнейшей жизни для ребёнка и для мамы? Что после родов, что после кесарево сечения. Здесь самый важный фактор – это восстановление организма женщины. Потому что роды, беременность и роды – очень большая нагрузка. И женщина, она приходит после родов естественным путём, нормальных физиологических родов. Она приходит, организм женщины приходит в норму, так скажем, спустя только 6 месяцев, то есть после родов. Значит, кесарево сечение, она добавляет проблем. В каком плане? Значит, любое оперативное вмешательство вызывает спаечный процесс. Кесарево, то есть любая клетка крови, которая попадает на брюшину, она может вызвать спаек. При кесарево сечении достаточно большое кровоснабжение, что матка, значит, она достаточно в этот момент наполнена кровью очень сильно. Поэтому бывает такое, что вот кровь, она попадает всё-таки в какой-то степени на брюшину. Это одно. Второе. Любое прикосновение к брюшине, даже просто пинцетом, пальцем хирурга или ещё каким-то инструментом, в этом месте тоже у нас настолько нежный орган, тоже может вызвать спайки. Ну, вообще, спайки – это как физиология. Когда мне спрашивают, что вообще есть, зачем они нужны. Это организм предусмотрел, чтобы отграничивать. У нас брюшная полость одна, большая. И чтобы, не дай бог, воспалительный процесс или ещё что-то не попало к другим органам, организм придумал такое вот, это спайки. Значит, что происходит, когда женщина прокисарили у неё? Естественно, спайочный процесс есть после любой операции, независимо от этого. И эти спайки вначале, они представляют собой такие структуры, которые, ну, как, скажем, вот целлофан, возьмём такой модный, ну, вот что-то из этой области, вот что-то такое тонкое, эластичное, мягкое. И женщина, как правило, не испытывает особого дискомфорта вначале, когда у неё вот после кесарева, там, ну, прошли послеоперационные дни, и, в общем, она уже как бы и кормит ребёнка, и шов поджил, и всё хорошо. Но, к сожалению, если эти спайки не убрать, и если они остаются, значит, они в дальнейшем, в дальнейшем обязательно по себя проявят. Как правило, лет через пять. Вот через пять лет, когда женщина приходит и говорит, вы знаете, доктор, вот ни с того ни с сего начинает болеть ни с живота, что-то мне неприятно, дискомфортно, значит, мне уже не так приятно, когда я, значит, занимаюсь любовью. Но, и вот он говорит, не знаю с чего, вроде не простывала, ничего вроде не мешала. Значит, начинаешь смотреть, и выясняется, что у неё выраженный спайничный процесс. Значит, спайки эти, они твердеют с годами, вот, а это, так как это соединительная ткань, значит, они твердеют с годами. И соединительная ткань, она, у неё есть такая особенность в организме, она реагирует на изменение атмосферного давления. Ну, может быть, вы слышали выражение «болят старые раны». Да, там, вот так вот, болят не старые раны, а как раз вот эта соединительная ткань, которая, значит, она реагирует. То есть, когда давление повышается, повышается, она суживает, суживается, она тянет. Когда давление понижается, она как бы разбухает, тянет. И вот эти тянущие боли, то есть, на фоне общего здоровья, женщины вдруг начинают всё болеть. Вот. И когда ты всё это смотришь, ты понимаешь, что это идёт, это не сегодняшнее приобретение, это было после операции. Поэтому, значит, женщина после кесаревого сечения, она нуждается в дополнительной реабилитации. Значит, это после полугода, после того, как прошло полгода после родов, после кесарева, вот, нужно обязательно женщине пройти лечение, которое направлено на удаление, устранение этих спайок. Свежие спайки, они удаляются очень легко. Для этого есть физические процедуры, есть рассасывающие препараты, есть гинекологический массаж, есть грязелечение. То есть, достаточно большой комплекс есть у врача, чтобы женщину полностью реабилитировать, и в дальнейшем, чтобы её ничего не беспокоило. Вот это очень важно. Светлана Леонидовна. Марина Алексеевна сказала, конечно же, о мамочке, о женщине, а на ваших плечах лежит, конечно же, информация о малыше. Поэтому мы мать и дитя. У нас есть такая акция мать и дитя. Потому что, ну, это настолько вот... Всё взаимосвязано. Да, вопросы, которые вот перетекают из одного в другое. Входит ребёнок, значит, с выраженной аллергией на кожу. Можно даже не спрашивать. Точно совершенно у мамы было кесарево сечение. Значит, потому что во время кесарево сечения идёт заселение не норма флоры и той флоры, которой обладает мама, и которую ребёнок должен заглотить, проходя по родовым путям. А он выходит стерильным фактически, потому что его достают оттуда. И он заселяется тем, что имеется вокруг... В окружающей среде. А это как раз не те бактерии, которыми должен снабдиться ребёнок при рождении. Поэтому очень много работ, очень много доказательной медицины о том, что дети, рождённые путём кесарево сечения, как правило, склонны к аллергии. Да, это не 100%. Но они склонны к аллергии, к развитию аллергического процесса. Ввиду того, что изначально уже доктор сказал, что очень сложный, тонкий механизм. Организм человека – это космос. Поэтому малейшие какие-то нарушения, они приводят к тому, что как-то пытаются компенсироваться за счёт тех механизмов, которые не должны срабатывать. Ну, ещё бывают моменты, кесарево сечение влияет на то, что развиваются гипоксические процессы. Всё зависит от того, как проходил сам момент операции. По-разному маму вводят наркоз. Бывают же даже общие наркозы, когда эклапсия развивается и так далее, высокое артериальное давление у мамы. Поэтому здесь всегда нужен такой ожидательный фактор. Поэтому сейчас очень важно скрининговые вот эти программы, которые на рационографии делаются, осмотр невролога в месяц, как бы не упустить. Вот до трёх месяцев важно не упустить проблему, чтобы дать возможность, реабилитационные возможности детского организма колоссальные. То есть там все какие-то кисты развились на фоне гипоксии. Всё это рассосётся. Но нужно правильно наблюдение специалиста и правильное установление диагноза. Но во всём остальном, говорят, охранительный режим. Мне было очень интересно, когда одна профессора, потрясающий человек, гинеколог, сказала, что все дети, рождённые путём кислородов, рождены в охранительном режиме. Так будьте любезны, охраняйте их, охраняйте, потому что как раз бактериальная среда, они не готовы к тому, что они встречают другую бактериальную среду. Вот это как бы очень важно. Наблюдение за кишечником, за неврологической симптоматикой, всё должно быть на пульсе у педиатра. Вот опять-таки здесь очень важно. Вот гинеколог посмотрел, мы тут же в один момент можем осмотреть там малыша. Например, мама не теряет время, идя в женскую консультацию, потом там в педиатру. Они пришли, однамоментно она посетила и гинеколога, и педиатра. Вот мы подобрались к вопросу. Расскажите более подробно об акции, которые проходят в клинике Аданая «Мать и дитя». Ну вот акция – это приём в один день. И изменение ценовой политики вот непосредственно той, которую предлагает директор Аданая. Ну, доктор у нас ведёт беременных, и женщин после беременности. Это настолько бережное отношение к женщине. Я почему говорю о том, что делает, может быть, ей самой как бы об этом она промолчит, а я хочу сказать, очень важный настрой, когда тебя встречают с улыбкой, когда тебе рады, потому что женщина тревожна. Тревожна перед родами, а ещё более тревожна после родов. А если ей ещё сделали, то есть если ещё было кесарево сечение, она тревожна в два раза. Вот. И поэтому здесь очень важно вот этот момент, когда ты смотришь на своего пациента как удав, и он тебе верит безгранично, и ты делаешь то, что ты должен сделать. И тогда всё сложится. Да, да, да. Вы знаете, очень важно. Я, например, считаю, что вот врач вообще нет с пациентом. Ну, во всяком случае, я считаю, что это сотрудничество. Вот моё мнение такое. Ну, это всегда должен быть тесный тандем. Да, это должно быть сотрудничество. У меня, например, не привычки запугивать пациентов или там как бы это. Наоборот, я настраиваю его всегда на сотрудничество. Я всегда говорю, что наш организм сложная система. Вы не вылечитесь, например, там, от одной таблетки. Да, вы это заболевание приобрели вот каким-то путём, и нам, наверное, из этого, говорится, пути также медленно, спокойно выйти. То есть, и как только у меня женщина начинается хороший, нормальный контакт, ну, как правило, мы многие проблемы решаем. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Я надеюсь, что сегодня мы снова дали максимально полную информацию для наших телезрителей, ответили на их самые наболевшие вопросы. Ждём вас. Да, приходите. Приходите, будем рады вам помочь. Да. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова